Приветствую вас и давайте подумаем с вами вместе о том, как можно избавиться от воспоминаний о любимом человеке. Вот, вы любимого не можете забыть, думайте о нем, он постоянно в ваших мыслях, не дает вам покоя, не дает вам возможности жить дальше, жить самостоятельно, жить своей жизнью и так далее. Вот, скажите, пожалуйста, вы, наверное, своего любимого человека, безусловно, же любите? Ну или если сейчас вы не можете сказать, что любите, то совершенно, определенно любили. А что такое любовь? Вот, по факту, по самому конкретному пониманию, что есть любовь. Любовь это, когда желаешь для человека только самого лучшего, когда хочешь, чтобы он был счастлив, Когда хочешь, чтобы у него было все прекрасно, когда желаешь, чтобы и он жил своей жизнью, и вы жили тоже своей жизнью. И, пожалуй, основным моментом здесь является то, как вы относитесь к человеку, как вы его видите. Если вы видите своего молодого человека, как самоцель, то есть желаете ему только лучшее, Хотите, чтобы он был счастлив, хотите, чтобы у него все было хорошо, То не имеет тогда особого значения, с вами он или без вас. Главное для вас в этом случае, в этой ситуации, это то, что молодой человек счастлив. Спросите себя, счастлив он или нет, и если он счастлив, Вам необходимо обрести гармонию, вздохнуть, понять, спасать в себе, что ваш мужчина живет полной жизнью, У него все хорошо, вот и пусть так продолжается. Если вам этих мыслей не хватает, если вам недостаточно того, что у вашего молодого человека все в порядке, И вы думаете о себе, вы чувствуете, что страдаете, чувствуете, что переживаете, Чувствуете, что не можете никак опустить молодого человека, значит он вам для чего-то нужен. Через него вы пытаетесь реализовать, удовлетворить какие-то свои желания. И вот какие именно желания вы пытаетесь через молодого человека реализовать, И нужно во втором случае выяснить. Выяснение этого поможет понять, что для вас в личном качестве представляет собой ваш мужчин. Почему именно он для вас так важен? Ведь если через него вы пытаетесь удовлетворить какие-то свои желания, То это означает только одно. Зависимость. Вы зависимы от молодого человека. А любая зависимость, к сожалению, ведет к тому, что человек оказывается в полной несвободе. Вот так по всей видимости получилось и с вами. Из-за того, что вы через человека пытались и до сих пор пытаетесь реализовать свои желания, Может быть через него вы пытаетесь убежать от своих страхов, Пытаетесь бороться с ними и получается так, что вы к нему чересчур сильно привязаны. Здоровые, искренние, равноправные отношения это такие, Когда люди в них независимы друг от друга. Когда люди в них через свободное волеизъявление делают друг друга счастливым. Если с вами не так, то можно говорить о том, что есть личная заинтересованность в молодом человеке. Какая именно личная заинтересованность нужно выяснять. Если есть страхи, то нужно их купировать. Если есть комплексы, то нужно их разбивать. Так или иначе, через него вы пытаетесь достичь своих целей. Это не совсем правильно, не совсем верно. И поэтому, именно потому что вы испытываете фрустрацию, то есть невозможно сделать то, что вы хотите, Невозможно исполнить то, что вам нужно. Вы и не можете забыть молодого человека. Вот. Проработка этих моментов поможет вам не только лучше себя чувствовать, не только эмоционально отпустить человека, но и самостоятельно прекратить себя мучить, самостоятельно вдохнуть полной грудью и жить дальше. Если говорить о внешнем стороне вопроса, потому что, ну понятно, что вот при работе с субъективной стороной дела, как бы одной ей процесс не ограничивается. Нужно еще и стараться как-то работать именно со всех сторон. А все стороны это и внешняя сторона, объективная сторона. Она достигается через то, что вам написала моя коллега Лидия. И она достаточно полно раскрыла именно объективную сторону данного вопроса. Я думаю, что если вы последуете ее рекомендациям, то как можно быстрее, при условии, обязательном условии проработки внутренних аспектов, вы очень скоро своего молодого человека забудете и будете идти дальше полной свободной жизнью. Перед тем, как закончить, хочется сказать вам такие моменты. Вот вы спросите себя, вот есть молодой человек, да, есть мужчина, который вас, ну оставил, который покинул вас, бросил вас, ушел от вас. Этот мужчина ушел от вас потому, что вами он не дорожил. Этот мужчина ушел от вас потому, что вас он не ценил. Он не сможет вас сделать счастливой. А это означало бы для него удар по мужской гордости, по самолюбию, по самооценке. Каждый раз, когда мужчина, вступая в отношения с женщиной, потом от нее уходит, изрядная доля причин для разрыва отношений кроется в личных амбициях в экосентризме мужчины. В его стремлении, а точнее в нежелании признавать поражение. В его стремлении быть первым, быть лучшим, быть жертвой. Нежелание признать, что чего-то он не может, на что-то он не способен и так далее. И вам это нужно понимать. Ваш мужчина никогда не оставил бы вас. Если оставил, значит не ваш. Если оставил, значит это не тот человек, на котором стоит тратить свое время. И пройдет какой-то временной промежуток, и мужчина, возможно, увидит вас случайно. И пожалеет. Пожалеет, что ушел. А пути назад уже не будет. Вы будете другим. Посмотрите на это так, что мужчина просто не вздюжил, не справился, не смог. И не желая признавать свою правоту, то есть неправоту, не желая признавать свою неправоту свое поражение, он предпочел уйти. Потому что так проще. Уйти всегда проще. Разорвать отношения всегда проще. Да, можно на это возразить, что за отношения ответственны оба человека. Так и есть, с этим спорить не будет. Но, поскольку ответственны два человека, то мужчина ответственен за разрыв ровно на 50%. И вот в эти 50% входит то, о чем я говорил. Женщина точно ответственна за отношения, но она ответственна немножечко по-другому. Об этом мы говорить не будем. В любом случае, я думаю, что у вас все будет хорошо. Главное, ваше желание работать. Главное, ваше желание что-то менять. Главное, ваше желание находить в себе новые ресурсы. Пользоваться теми средствами, которые предлагают вам эксперты. И тогда очень скоро, очень быстро вы будете вспоминать о своем молодом человеке. Как о чем-то давно прошедшем, не сбывшемся. И вообще-то говоря, знаете, таком призрачном. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Ну, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.